Голые студенты выйдут на протест. Выйдут они, однако, скорее всего, одетыми, но от этого прозвища первокурсники Кемеровского университета теперь вряд ли избавятся. Протестовать учащиеся, которые организовали голое посвящение, будут против увольнения своих руководителей, декана Истфака и его заместителей. После публикации скандальных фотографий ректор сделал выговор студентам, а руководство Истфака заменил. Тем временем студенты создали петиции в их поддержку с просьбой восстановить руководство. Сейчас обращение подписали уже больше тысячи человек, а после объявления о том, что декана все-таки уволили, в социальных сетях студенты запустили хэштег «Я за Истфак». Они публикуют фотографии, рассказывают о том, как у них проходило посвящение на первом курсе, обвиняют ВУЗ в том, что руководство уволили, так и не разобравшись в ситуации. Вот как проходит обряд посвящения студента. 28 лет подряд по 150 человек, связанные одной лентой со свечой в руках, торжественно произносят клятву студента-историка. Это не просто факультетская тусовка. Наше посвящение – место, где встречают друзей на всю жизнь, свою будущую семью и наставников, которые заслуживают уважения. Здесь находят свое призвание. Как видите, ничего про голых людей. Я закончила Истфак Кемгу в 2007 году, но мой пост адресован не студенчеству, а декану Истфака Константину Владимировичу Юматову. Умный, достойный педагог, добрейший человек. Я никогда не видела преподавателя, который бы так жил жизнью студентов. Что бы ни сказали злые языки, я знаю свой Истфак и всегда поддержу своих. Это все как страшный сон. Я горжусь, что я закончила Истфак. Это не просто факультет. И это знает каждый выпускник. Каждый выпускник мечтает вернуться в Подьяково. А сейчас из-за какой-то глупой шутки все рушится. Я очень надеюсь, что мы все вместе сможем помочь родному факультету – педагогам. Субтитры создавал DimaTorzok